Добрый день дорогие зрители, с вами OpenScience in Ukraine и меня зовут Гуслист Артём. В этом видео я расскажу вам о ARCIT, что это такое, для чего это нужно и почему вам необходимо там регистрироваться. То есть это своего рода ваш уникальный ключ, скажем так, ваша ссылка, ваш профиль в интернете, с помощью которого вы объедините свое имя и разные его правописания. С вашими публикациями. То есть у вас не будет, если у вас фамилия, как у меня к примеру Гуслистый, она пишется и Хуслистый, и I, и J в конце. То есть можно будет все объединить в один профиль, присвоить, система вернее присвоит вам уникальный адрес, то есть ваш профиль ARCIT, с помощью которого в дальнейшем вы сможете при публикации статей в Scopus объединить все ваши работы под вашим началом. То есть очень классный, очень удобный, современный инструмент для ученых. Мы вам настоятельно рекомендуем вам здесь регистрироваться. У нас здесь есть поддержка разных языков, можете видеть на экране. Включим русский язык. У нас стартовая страница ARCIT.org, ссылка будет в описании под видео. Желающие могут почитать подробнее об этом. Вкладки помощь, да, здесь есть, прошу прощения, ARCIT вкладка. Тут подробнее расписано, что такое ARCIT. Команда, разработчики, сообщество, членство. То есть такое, ну вот здесь мы видим, что это некоммерческий проект, помогающий построить мир, в котором все участники исследовательской научно-инновационной деятельности обладают уникальным идентификатором, о котором я вам говорил, связывающим их с работой, с результатами их работы и организациями, независимо от научной дисциплины, места и времени. Ну, то есть очень классный ресурс. Он просто необходим каждому ученому. Перейдем к регистрации. То есть регистрация проста, да. Мы заходим в вкладку «Зарегистрироваться и получить ARCIT ID». Ссылка будет в описании под видео. Мы вводим наши данные там, фамилия, имя. Нет, даже не так. Вот так вот мы введем их. Нашу почту введем. Повторить. Введем наш пароль. Дальше у нас текстовка. В общем, просто информационный текст. Потом, кто сможет видеть информацию, размещаемую в вашей записи ARCIT по умолчанию. То есть мы можем выбрать, да, публичный этот доступ, ограниченный доступ или приватный доступ. У нас стоит публичный доступ по умолчанию. Так и оставим. Потом, как часто хотите получать рассылку от ARCIT, о изменениях, новостях, событиях касательно вашей тематики исследований или же просто какие-то новости от ARCIT. У нас пусть и же квартально будет. То есть подразумевается, что каждый квартал нам будет приходить какие-то уведомления. Капча, я не робот. Ох уж, это Капча. Так. Ну, для тех, кто не знает, как с Капчей обращаться, тут вверху задание написано. Выберите все участки, где есть транспортные средства. То есть если их нет, нажмите пропустить. Видим, что машинок тут нет, да, пропускаем. Все, Капча подтвердилась. Дальше условия использования подтверждаем. Нажимаем зарегистрироваться. Вот, в принципе, вся регистрация. То есть мы здесь зарегистрировались. Видим по интерфейсу первое, что глаза бросилось. Это 3,5 миллиона ARCIT, айди на данный момент. В системе вот мой профиль Артем Гуслистый, который можно, в принципе, тут же и поменять. Не имею в учетной записи, можно поменять. Пока оставим. Вот мой ARCIT ID. То есть вот он идет. Видите, да, 4 0, там 3 0 2, 3 1, 8 6, 4 5, 3 6. То есть в дальнейшем, если человек переходит по вот этому адресу моему, открывается мой профиль ARCIT. Ну, информации, понятно, пока еще нет, не запомнили. То есть вот так вот. QR-код можно получить нашего ID. Дальше здесь в разделе также известен, как можно ввести варианты правописания своего имени, фамилии. Здесь мы вводим вот так. То есть один вариант. Опять-таки, кто может видеть эту информацию, вот эти три пункта. Удалить ее можно и поднять вверх-вниз. То есть потом мы еще добавляем еще варианты правописания. Там, допустим, вот так вот, да. Скажу сразу, вот это актуально для ученых, которые уже не первый год публикуются и у них специфические фамилии. Потому что если вы молодой ученый, как я, к примеру, то у вас ну, вы сейчас как раз начнете писать, зная уже весь материал, все эти тонкости, то вы один раз начнете писать и дальше будете продолжать все время писать там, ну, вот, к примеру, вот так вот. А, ну, вот так вот. Ну, разве что исключение может быть украинский или русский язык, да. То есть, ну, вот, вот так вот. Если раз начнете писать вот так, либо вот так, но это будет проще, чем, там, через Г, да, когда правила менялись, там, где-то еще. Ну, в общем, по-разному. Тут вам виднее, как пишется ваша фамилия на разных языках. Ну, после того, как ввели перечень своих всех вариантов правоописания, нажимаем сохранить изменения. И вот, нам отображается список нашего всего. Страна. Выбираем страну. Ага. Пишет, подтвердите вашу почту для того, чтобы выбрать это. То есть, нет вопросов, мы перейдем на наш почтовый ящик, подтвердим. Подтвердить адрес с электронной почты. Мы вот его подтвердили. Теперь возвращаемся к стране. Выбираем нашу страну. Сохраните изменения. Как понял, можно несколько стран ввести, не знаю, зачем, но пусть. Но есть такое дело. Ключевые слова, тематики ваши. Вводите перечень своих ключевых слов. Веб-сайт. То есть, актуально, если у вас, допустим, на сайте кафедры ваших, где вы работаете, есть ваша страничка. Либо же еще где-то. Соцсети, наверное, не совсем правильно будет указывать. Лучше всего, если где-то в каком-то учреждении, где вы работаете, будет ваша ссылка. То есть, у меня ссылки нет, я оставляю поле пустым. Но вам можно сделать. И почта. То есть, почту можно добавить дополнительные, добавить адрес электронной почты. И опять, здесь же мы можем выбрать, как часто получать уведомления от Арцит. То есть, оставляем, как есть. Клокус. Что касается профиля, половины мы уже, наверное, и заполнили его. Теперь образование. Добавить образование. Не знаю, на каком языке сейчас проверим. Да. Тоже проблемы будут с правописанием многих вещей. Наглядный пример. Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара. А, это центр писать дипломные свиты. А есть вот Днепропетровск национал университи. Город Днепропетровск. Это уже Днепро. Украина. Подразделение. Заполняем. Начало деятельности. Когда поступили. Когда закончили. месяца. это свои студенческие образования. Как бы студенческое, да. Чего-то месяц у нас. Вот так вот и где-то, наверное, вот так вот и закончили. Добавить список. Вот у нас так отображается что где закончили. Можно добавить еще. Нельзя добавить еще. А, можно добавить. То есть связать вручную. Я так понял. Не знаю, почему так называется. Заполнять не обязательно все, если да, в общем, это ваше лицо. То есть этот профиль ваше лицо. Если вы его адекватно заполняете, вам это зачтется. это вам зачтется. Таким образом. То есть да, если человек будет заходить, он будет видеть, ну, да, он будет видеть ваш профиль, то есть что вы, где, когда закончили, если же вы это заполните. То есть может по каким-то вопросам, согласно вашей тематике исследования, удобно будет обратиться через почту или найти вашу работу через указанный вами формат поиска. То есть точно так же добавляем работу, если есть желание, финансирование и самый главный момент это работы. То есть это перечень ваших публикаций. Мы нажимаем добавить сейчас и у нас открывается окно импорта вашей научной деятельности. То есть ARCIT поддерживает раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать баз данных, из которых, в которых, если вы есть, можно черпануть знания. То есть самый оптимальный, ну, вернее, оптимальный вариант, где, в принципе, у каждого есть работа, это Crossref. То есть через поиск Crossref, видели, нажал на ссылку, мы нажимаем разрешить доступ и проходит поиск по сайту Crossref на, ну, с ключевыми там словами ваше имя, фамилия. То есть вряд ли, ну, не исключено, что может что-то там на русском, на украинском профиль подписали, что-то найдется. То есть либо же, как вариант, здесь же можно в строке поиска вверху поменять данные для поиска. То есть различные свои варианты правописания вводите. Тогда, допустим, она найдет какую-нибудь статью. Сейчас вывернем, как было. Ну, а, соответственно, будет что-то, у меня пока еще ничего нет. мы видим здесь кнопочку Add to Arzit, то есть добавить в Arzit. После того, как вы добавляете ее в Arzit, сейчас Артема Леонидовича Большакова добавим, как пример. Вдруг Артем Леонидович смотрите это видео, извините. Так, мы нажали добавить. Да, пишет теперь In your record, то есть вашей записи, обновим страничку. Мы видим, что у нас добавилась эта работа, ваша работа сюда, то есть ваш список работы. Таким образом, все статьи из Crossref мы добавляем к себе в профиль. Так, удалить ее отсюда тоже можно. Насчет интерфейса, что у нас здесь? Есть показать дополнительная информация, цитирование чего-то, какое-то, оно поглюченное слегонца. Опять-таки, кто может видеть эту информацию, потом здесь есть функция создать копию, редактировать, т.е. Так у нас создается дубляж, что вам это вряд ли в обыденной жизни пригодится. Поэтому и удалить этот источник. Вот, мы удалим сейчас чужую статью и посмотрим, что у нас тут дальше есть. База данных DataSite отсюда можно копировать, PubMed, где свое знаете, где есть ваши работы, то можно их туда и сюда вгонять. Также Scopus. Как же без нашего дорогого Scopus. Тот же самый принцип. Разрешаем доступ. Открывается Scopus Arcit поиск. Здесь мы вводим фамилия, инициал или имя ваше. Но попробуем сейчас кого-нибудь, кого-нибудь не знаю там найти. Давайте там кого-нибудь первое, что в голову вообще пришло. Таких нет. без инициалов если. Тогда попробуем вот так. Если вот так. О, есть. Это дорогой коллега мой. То есть вот его профиль открылся. Повин он один такой на весь скопус. Я выбираю, что это мое. Нажимаю Next. Не знаю. Сейчас проверим, что будет. Если попробую чужую статью добавить добавить в идеале здесь будет ваша фамилия, инициалы, имя. Нажимаем Next. Показывается статья. Мы можем подтвердить или отменить факт, наша это статья или нет. То есть мы предположим это наша статья. Нажимаем Next. Нажимаем опять Next. Ну в общем я так понял, что дальше мы вводим почту нашу и потом публикация отправляется в скопу. делать не буду, потому что чуть-чуть профиль. Мало ли чего. Я все отменяю назад, возвращаюсь, закрываю. по итогу я потом в конце видео покажу вам как будет выглядеть профиль с работами, которые импортированы из копуса. Сейчас еще вам расскажу про Research ID, тоже базу данных Web of Science, с которой мы тоже можем черпануть свои статьи, черпануть. Открывается у нас Research ID. То здесь мы логинимся. Если вы здесь еще не зарегистрированы, то в принципе регистрируемся. Забегу наперед, я уже тут зарегистрировался, вот этот этап прошел, то есть имя, фамилия, почта, да, и выбираете как вы узнали о Research ID. В принципе, можно правду ответить, да, там, от коллег услышал. Нажимаем Submit. Дальше нам на почту приходит сообщение с подтверждением. Мы переходим по ссылке. Открывается дальнейшая форма регистрации. Заполняем ее. Институт вводим наш, где мы работаем сейчас. Открывается перечень здесь в помощь. Видите, это то, чем я говорил, разное правописание, то есть Днепропетровский, Юниверсити, Юниверсити. В общем, смотрите внимательно, где вы работаете, в каком из этих выбираете. Даже не знаю, что выбрать. Ну, этот ближе всего подходит. только без пробела. Вот так вот. Департмент. Адрес надо указать. Город, соответственно, но везде, где стоят звездочки, обязательно поля заполнить. Страна. Пароль. Кстати, насчет пароля. Условия, которые должны быть соблюдены. звезды, То есть, это цифры. Это цифры. Одна хотя бы большая буква и один какой-то из ниже перечисленных символов. Да, конечно, система безопасности класс. защитный вопрос. Ну, я думаю, нет смысла переводить, какие вопросы здесь озвучены. Вернее, озвучивать вопросы, которые здесь есть. В общем, вводите свою. Так. Может, чего-нибудь. Ладно, нормально. Verification Number. Что это такое? Это идет справа, кстати говоря, идут подсказки. Вдруг чего, но до этого момента они нам нигде не нужны были. Verification Number. Тут нам уже нужна подсказка. То есть, это четырехзначный код, типа как пароль, который будет использоваться для идентификации, если вы забыли информацию о логине. Вводим, то есть, допустим, да, вот как-то так. или там, не знаю, можно четыре единицы, но в общем, что хотите, то и вводим. Выбираем роль вашу. Так, где-то. Другие имена, которые вы используете. И опять повторяем то, что мы делали в RCD. Добавили одно имя, нажали Add. Второе имя. и так далее. У кого фамилия без EG, им повезло. Такого-то можно удалить чего-нибудь, выделили до нажали remove. Дальше отправлять информацию о нововведениях research ID и отправлять информацию о продуктах и сервисах актуальных. Но Submit registration. Здесь у нас какое-то лицензионное соглашение. Хотите, можете почитать его. Вот присвоен ваш research ID. Тоже скажем так аналог нашего ARCID ID. Тоже необходимая штука в Томпсоне. Желательно ее здесь тоже иметь. хорошо, есть публикация. Логин research ID. Здесь у нас сообщение идет действительно ли вы хотите объединить ARCID research ID аккаунты. Ваш по идее ваш. Сейчас сравним research ID 318 сюда. Это он нажимаем yes. Так. профиль дата. Что вы хотите сделать? Ну, допустим, я так понял, это идет у нас трансфер своего рода. Можно из ARCID перегнать в research ID, используя GData from ARCID, либо же send to ARCID, то есть отсюда взять информацию в ARCID. Если мне не то, не то не нужно, возвращаемся назад. Вот выглядит вот так вот ваш профиль в research ID. здесь мы видим почта, ваш research ID, ссылка, сабжекты ваши надо ввести. Вот как у нас открылась еще дополнительная строка, вернее форма заполнения анкеты, myurals, то есть если те же адреса как в ARCID, такого же плана, почта, ключевые слова, по которым вас могут найти, вводите каждое ключевое слово и нажимаете это subject, выбираете свои subject и кратенькое описание скорее всего о вашей работе вот она справа подсказка видите несколько предложений о вашей работе описание может содержать до 1000 символов нажимаем submit change on page все данные сохранились у нас далее здесь вкладка my affiliation то есть место работы список публикаций можно по спискам сортировать их создавать список допустим по тематике одной если там в нескольких тематиках работаете такого рода паспорт options то есть такого вкладка my research профиль возвращает нас обратно на нашу страничку research идти здесь у нас отображаются наши листы с публикациями то есть на которых мы только что с вами были я говорил что можно каждому там по тематике разбросать свои публикации но этот основные такие позиции насчет рисующих то есть статистика есть ваших цитат ваших работ ну тут пусто потому что соответственно работ нет есть ссылка в общем предложить вашим коллегам зарегистрироваться в research ID то есть тоже можно актуально там ввести можно почты электронные адреса кому отослать приглашение регистрации ну в общем такая специфическая база данных в ней можно сидеть очень долго и много не разговаривать как бы речь сейчас о RCD вот вы потом когда добавите все свои статьи из Web of Science из Томсона к себе в профиль потом профиль синхронизируете через RCD функцию ResearchID в RCD и ваши статьи опять таки все пока одно отобразятся в списке работы это вот в принципе основные такие моменты что касается RCD письма можно писать видите такого входящие у нас есть средства разработчика какие-то это для системных администраторов и технической поддержки Open Journal Systems ну кстати насчет системных администраторов редакторов в принципе это и всем ученым которые сейчас после просмотра этого видео пойдут регистрировать себе RCD либо же у которых он уже есть они не знают чего с ним сделать когда вы подаете свою рукопись в журнал сейчас почти каждый журнал начинает требовать RCD то есть он таким образом присоединяется ваш RCD профиль присоединяет его к вашей статье в каком-то журнале и потом все ваши публикации группируются конкретно под вас под именно ваше имя фамилия не под чье-то другое и объединяются здесь отображаются сейчас если у меня получится через сайт партнеров покажу как выглядит профиль RCD как он отображается на системе OpenJournal Systems если она здесь включена это гарантировать не буду что у нас здесь включена да здесь она выключена ну в общем где есть один журнал который я могу наглядно продемонстрировать как отображается да сейчас надо найти только сейчас эту секундочку найду только автора у которого точно здесь прописан татарцит да надо теперь только найти его да еще одну секундочку странное дело ладно пойдем через поиск проверим пойти должен быть здесь рцит и здесь нет рцита ну что что да а нет есть рцит кстати на секундочку это OpenJournal Systems версия 302 самая актуальная данные моменты она существенно отличается от второй версии такая маленькая рекламка вот таким вот образом когда вы подаете журнал статью и у вас есть рцит журнал вы указываете свой рцит и уже редактора добавляют при загрузке журнала статей на сайт они под ваши данные под имя фамилию указывают рцит то есть отсюда же если я допустим захожу по этой теме мне интересно работая либо этого ученого либо по этой тематике я вижу ссылку на рцит мы открываем рцит и здесь вот перечень работ этого автора то есть вот кстати как оно будет выглядеть у вас по итогу то есть вы подобавляете все свои работы сюда со временем и вот так вот оно будет но это еще далеко не самые интересные моменты есть видите другие ID вкладка у нас ее там не было а нет есть появилась у нас другие ID это мы подтвердили с research ID когда подтвердили мы свою учетную запись синхронизировали у нас появилась research ID здесь если же мы допустим сейчас еще коллегу своего покажу профиль коллеги так вот это наверное он да это он но у него скрыто тогда одну секундочку я зайду под его учетной страницей локализация немного русская подхрамывает как вы видите если успели посмотреть видимо я когда почему на мою зашло сейчас секундочку так выход отсюда а да заходим под коллега здесь мы еще видим в других ID в разделе видите скопус автора ID то есть он появится в том случае когда вы при добавлении при ссылке добавить работы найти и связать при когда вы скопус с арцидом свяжете у вас здесь появится скопус автора ID что это нам дает опять-таки при переходе мы открывая открывается страница наша в скопусе если у нас есть здесь публикации и здесь же у нас привязан наш профиль арцид то есть вы видите да open journal systems связывается с арцид синхронизирует данные то есть ссылается на ваш профиль арцид скопус ссылается на ваш профиль арцид томсон ссылается на ваш профиль арцид то есть арцид это довольно такая хорошая сеть проект молодцы разработчики классно сделано они объединяют себе все ваши работы ну это классно вот таким вот образом оно отображается то есть потом в скопусе конечно же профиля как такого вы не создаете вы сюда не можете добавить свой арцид никакие данные но когда вы публикуетесь в журнале который состоит в скопусе и туда подаете свой арцид то потом скопус вытягивая информацию из этого журнала вытягивает ваш арцид и прикрепляет его к вашей учетной записи в скопусе то есть вот так вот как-то оно работает ну это если грубо говоря и очень классно все отображается очень очень необходимая вещь обязательно регистрируйте здесь вот в принципе в принципе и все спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал дальше будем больше выкладывать о разных инструментах для поиска материалов научных там разных инструментах вообще для всех ученых так что вот как-то так ссылки которые которые говорил там расчет и арцид будут в описании под видео спасибо вам всего доброго до свидания забыл